Параолимпийские игры в Рио Я думаю, что многие из нас им бы могли позавидовать. Вот так вот. И, конечно же, мы будем сегодня обращаться к интернету, смотреть, как вы реагировали на эту чудесную победу, смотреть, как вы реагировали на эти результаты. Если вы хотите, пишите нам, звоните, мы будем смотреть и зачитывать ваши вопросы. Ну и хотелось бы начать с одной прекрасной новости. Она сейчас находится у меня на экране, надеюсь, что вы ее уже видите. Итак, Веспьеды стал Паралимпиады в Рио украинский. Вот представляете себе, только мечтать о таком можно. Вот открываю эту новость. Посмотрите, первое, второе, третье место, везде. Вот так это выглядело. И, конечно же, люди писали комментарии под этой записью. Неймоверно, сколько сил и мощности у этих людей язык не повертается називать их с обмеженными фізичными возможностями. Перемогти себе, перемогти обставины и стоять на пьедестале, чи не подвиг, пишемося, украинцы. Знаете, друзья, действительно, не знаю, как вы, какие эмоции испытываете. Аж мурашки по коже. Вот, Аня, покажи еще раз фотографию, где три наших флага. Три высшие ступени. Я смогу еще раз показать вам, как это выглядит. Три высшие ступени пьедестала почета мирового уровня. Вы только вдумайтесь, самые высокие ступени в мире. И занимают украинцы. Это гордость за нашу страну. Это такая громкая заявка на весь мир о том, что мы можем, что мы достойны, что мы среди вас, мы среди равных. Это прекрасная возможность заявить о нашей стране. Ну вот ты знаешь, Максим, дело в том, что очень многие комментировали здесь под записью, что у меня, например, Василий пишет, у меня одно такое ощущение, что у тебя было бы поменять местами паруолимпийскую сборную национальную. Браво! Ну и то есть большинство комментариев, в принципе, в таком стиле, что какие результаты дает наша сборная, да, люди с ограниченными возможностями, как их называют, и какие результаты дает другая сборная. По факту все и в одних условиях, да, если мы будем говорить, что там спортом не занимаются в стране или еще что-то. Ну то есть условия-то равные по факту, да? Ты знаешь, я думаю, что какие-то объективные обстоятельства все же есть, которые позволяют нам понять, почему паралимпийская сборная выступает настолько успешно, третье место в мире, и почему официальная, вот основная сборная команда выступает далеко не так успешно, то есть даже не рядом, рядом не стоит. Конечно же, у нас есть олимпийские медали. Вы помните, в нашей студии был олимпийский чемпион Юрий Чебан. Мы с ним разговаривали долго о проблемах, существующих в олимпийском спорте, о том, как не благодаря, а вопреки, вот такая вот пресловутая, даже слегка банальная избитая фраза, но, тем не менее, вот мы понимаем, что вопреки всему этому оно существует, эти победы существуют. Аня, я думаю, что мы сегодня анонсируем, у нас есть опрос, возможность узнать ваше мнение по болезненным вопросам, которые обсуждаем в этой студии. Ну вот, тем не менее, кроме того, что вы можете отвечать на вопрос, который сейчас появится на экране, звонить по номеру и голосовать, вот он так выглядит, состояние безбарьерной среды в Одессе. Ужасное, отличное, не знаю. В зависимости от вашего ответа, можете позвонить, и ваше мнение засчитается. В конце эфира или в середине мы будем подводить маленькие предварительные итоги о том, как отвечают люди, ну и делать, собственно, выводы вместе с вами. Ну а если вдруг вы не знаете, что такое безбарьерная среда, вы сразу же можете себя отнести к тем, кто не знает, потому что мы говорим про безбарьерную среду, это среда, доступная для всех на равных, одинаковая для всех людей, которые могут перемещаться по городу спокойно, которые могут переходить в магазин, передвигаться по городу на колясках, на костылях, в зависимости от своих жизненных условий. Ну или же вы же, например, не смотрите, вы не знаете, располагаются ли у вас пандусы, вы не знаете, есть ли в ваших аптеках местных специальные заезды. То есть если вы за этим не следите, в принципе, тоже можете отвечать, не знаю. Вот будем делать выводы вместе с вами. Аня, я вот предлагаю вернуться к нашим новостям, которые мы буквально несколько минут назад завершили. И вот такая тема, которая меня лично поразила очень сильно, и я думаю, что наши одесситы вот тоже остались сегодня неравнодушны к теме стрельба в трамвае в общественном транспорте. Военнослужащий, действующий военнослужащий выхватил оружие и начал палить в трамвае, решая бытовой конфликт. Как тебе такое? Ну, конечно, шок. Иначе, я думаю, другой реакции ожидать не стоит. Но еще я заметила, что очень много, если смотреть выпуск новостей, очень много ДТП. Причем ДТП с очень плохими последствиями. Интересно, с чем это связано в городе? То есть невнимательность водителей, состояние дороги или же там халатность водителей. То есть как можно объяснить такое количество ДТП с таким исходом? Ну, я знаю, что ты тут тоже за рулем, но ты так немного, да? Немного и не часто, и недавно. Я за рулем уже... Так что не обижай, да? Ты уже почти опытный водитель. Я за рулем уже больше 10 лет, и я могу сказать, что точно есть ответ на этот вопрос. Это совершенно хамское, совершенно халатное отношение водителей друг к другу к ситуации на дорогах. Причем вот у меня очень четкое убеждение, вот несмотря на то, что у меня Алла Марченко, спикер патрульной полиции Одесской, городской патрульной полиции, по-моему, я смешиваюсь, простите, если ошибся. Она мне убеждала, что неважно, какая у человека машина, он может вести себя очень вежливо, либо по-хамски, неважно. Я все-таки убежден, что чем больше у человека машина, чем она более чернее из-за тонирований, тем более по-хамски они ведут себя на дорогах. Вот, ну, не знаю, покупают дорогие машины и при этом продают, что ли, меняют на совесть. Вот как-то так. Ну, посмотрим, но это не означает, что нужно себя так вести на машинах похуже. Ну и, конечно же, новость, которая меня удивила, приятно и порадовала, это Black Sea Summit очередной. Я очень переживаю за эту тему, наши IT-ребята, которые продвигаются в этой сфере. Очень здорово, очень здорово, что к нам второй раз уже приезжают со всего мира и показывают, и Украина показывает класс, да, как нужно работать, как нужно становиться молодыми айтишниками в стране, где практически это не развито, то есть в это не вкладывает государство. То есть это на ровном месте возникло, это просто, ну, просто чудо как бы. Ну, что меня пугает, вот на самом деле вот это вживление чипов под кожу, мне кажется, что это какая-то такая странная. Ну, странная тенденция, ведь они, они ведь, вы заметили, в сюжете мы показывали, что они программируют эти чипы, которые вживляют под кожу, программируют своими же мобильными телефонами. А что будет, если, например, кто-то другой, какой-нибудь хакер запрограммирует их чипы под себя, и человек действительно станет таким зомби? Зомби-апокалипсис, это будет тема одного из наших... Или хорошую сторону, например, чтобы кто-то не опаздывал все время, запрограммируют. Это сейчас был камень мой огород, я вечно опаздываю, ну, простите, буду исправляться. Вот, зомби-апокалипсис, это тема одного из наших будущих эфиров седьмого канала, вечер на седьмом. Ну, а сейчас, наконец-то, мы готовы приступить к нашей главной и очень приятной теме. Это тема победа наших паралимпийцев на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. У нас уже есть гости, мы готовы пригласить их в нашу студию. Анечка, давай. Итак, мы приглашаем Никита Нафигов, паралимпиец, Наталья Юшкина, тренер по... Тренер и Лариса Нафигова-мать. Здравствуйте. Здравствуйте, вы уже есть в нашей студии, пожалуйста, вот заезжайте к нам. А тренер, тренер Наталья к нам подъедет немножечко позже, насколько я понимаю. Присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, я не назвала это слово, потому что, на самом деле, мало, наверное, кто его знает, и тяжело его прочитать с первого раза, вид спорта, которым занимается, которым вы занимаетесь. Можете сказать, как он называется? Боча. 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 Ну, мы можем вам показать, как это выглядит и объяснить. Да, я тебе покажу. У нас есть специальный видеоряд для этого. Я попрошу режиссера показать, как это выглядит. То есть, это вид спорта. Был придуман, если я не ошибаюсь, в Америке. Нет, итальянский. Итальянский, да? Можете объяснить, какая суть? Если игра не командная, то есть, вот два участника, по шесть мячей у каждого, красный и синий в основном. И белый – это джекбол, это цель. Задача участников – бросить свой мяч поближе к белому. Вот чем больше он накидает своих мячей к белому, к центру, тем лучше для него. Ну, вот я знаю, что в этом виде спорта участники делятся на несколько групп, да? Да. А от чего это зависит? От степени поражения. Ну, вот, допустим, БЦ1 – это в основном ДЦП, допустим, те, кто не может кинуть мяч сверху, снизу, только под катом. БЦ2 – вот Никита, БЦ2, то есть и сверху, и снизу. И БЦ3, БЦ4 – там люди уже спинальники, с травмом позвоночника. И вот перед этим был участник, который жёлб, ну, даже я не знаю, как объяснить, могут носом толкать, там, головой, лбом, то есть там, но это уже с ассистентом. Ну, мало, много ли ваших знакомых, ну, или просто людей, которые встречаются, когда вы им рассказываете, вот, чем занимается ваш цель, понимают, что это такое? Ну, сейчас уже, да, но даже тогда, когда мы, вот, когда мы попали в виновный спорт, мы даже не думали и не слышали об этом. К сожалению, БОЧ на Украине пока ещё не имеет статуса паралимпийских, то есть Никита, собственно говоря, немного преждевременно, как бы, паралимпийский. Опережая время. Да, да, то есть во всех странах, за границей, Европа, Бразилия, всё это уже давно вид паралимпийских игр, а у нас это пока входит в реабилитацию. Но, тем не менее, в Украине проходят чемпионаты. Проходят кубки, да, было, мы участвовали в 13-м году ещё в Евпаторе, Кубок Украины, и в этом году в Одессе уже был проведен инвоспортом Кубок Украины. Вот я вижу, у меня тут подготовили ассистенты информацию, бронзовый призёр чемпионата Украины 2016 года, открытого Кубка Жёлтых Вод 15-го года, открытого Кубка Новой Каховки 15-го года. Слушайте, ну вот потрясающе, я на самом деле восхищаюсь вот и вашими мужествами, и твоими достижениями, Никита, ну это здорово. Вот глядя на это видео, понимаешь, что это воля к победе, это вера в то, что какой бы ни была жизнь, она есть жизнь, и ей надо быть благодарным. Благодарны. Расскажите всё вот поэтапно, мы сегодня поставили такую тему непростую, чем платят чемпионам за медали, это болезненная тема, потому что мы бы хотели узнать, чем, как вам помогают, за то, что вы прославляете Украину на мировом уровне, как вас поддерживают, ну давайте вот всё поэтапно к этому идти, расскажите о том, как вы поехали на Олимпиаду. Ну, поехали. Мы попали, в общем-то, по случайности, и случайность, вернее, даже ситуация приведшая к тому, что Никита попал в вообще виновый спорт, она вообще как бы с другой оперы, можно даже сказать. Да, то есть мы пристраивали собаку в бездомную. Так? Да, вот. И собака наша попала с Одесского форума, там, зооволонтеры, и попала к подруге нашего тренера Натальи Юшкиной. Вот. И когда завязался разговор, собаку адаптировали, там, всё остальное, и вот так вот мы разговаривали с Лилей, и оказалось, что вот есть наш любимый тренер Наталья, и мы поехали, так скажем, на Сматрине, куда можно, потому что думали, может быть, теннис, может быть, дартс, там, не знаю, что ещё. Вот. И попали мы так на бочку. А давно это было? Это было в 12-м году. То есть не так уж и давно, в принципе? Ну да, в 2012-м году, потому что в 2013-м мы уже съездили на Кубок Украины первой, ещё в Евпаторе, то есть он дважды, получается, дважды бронзовый призёр. Вот. Да, в 2012-м году. Слушайте, ну вот могли вы тогда представить, что ваш сын станет паралимпийцем? Нет. Олимпийские игры? Абсолютно нет. Мы, в принципе, цель была такая, чтобы какое-то общение, какие-то движения, какие-то знакомства, вот в таком плане. А как он будет там, мы, в общем-то, даже и не думали, что у нас вот будет такой вот уже набор медалей. Насколько внутренне вообще развивает вот участие в команде, либо не в команде, соперничество, когда вот Никита понимает, что он участник какого-то соревнования? То есть это немножко другая жизнь для него? Конечно. Ну, я даже, честно говоря, сейчас даже не представляю, что бы он делал, если бы у нас в жизни вот не случилась боча. Поскольку, как бы, для маленьких детей еще инвалидов, там еще какие-то там реабилитационные центры, еще какие-то садики, там еще как-то где-то. А уже повзрослее, к сожалению, они по большей части сидят дома. А вот благодаря инваспорту, вот, мы, во-первых, много знакомств, во-вторых, развивается, ну, то есть в плане даже, как это так сказать, умственно, нет, ну, как реабилитация, да, тоже идет. То есть первое назначение, все-таки реабилитационное, выполняется на все сто. То есть он, пользователи соцсетей, контакт, то есть он переписывается, то есть об этом мы раньше даже не мечтали. Никита заулыбался уже. Да, об этом мы даже раньше не мечтали, о том, что он будет иметь свои страницы, ну, на Фейсбуке там он пока еще не сильно, а вот ВКонтакте… Я тоже на Фейсбуке не сильно, так что… Ну, да, поэтому одни плюсы. Скажите, какая медаль из Рио-де-Жанейра привезена? Ой, нет, в Рио-де-Жанейра, вы что, мы туда еще не… мы еще туда не доехали, мы только в Польшу собираемся. Там же официальная вещь. Да, мы еще, как бы, да, для Украины мы… то есть на уровне нашей страны мы еще играем. То есть вот у нас будет первый выезд сейчас на международные игры в Польшу, мы собираемся, 6 октября. Нас пригласили, включили, в общем, 4 человека с Одесской области, по-моему, или с Украины. Вот, поэтому… поэтому мы только выходим, да, на уровень… Я оговорился, но значит туда, значит, все правильно, направление выйдет на веру. Да, 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 значит, так оно и будет. Насколько активно вообще следили за Олимпийскими играми? Мы следим все время, мы еще дослеживаем, можно сказать, то есть мы еще, да, то, что мы не досматривали, но мы в основном, ну, и по Бочи тоже большую часть смотрели, а так. А участие там, допустим, в плавании или на байдарках, или, ну, кто это… мы мы ставим даже без игр. Я бы хотела зачитать еще один комментарий с той записи, которую мы показывали в начале эфира, что люди вообще… я говорила о том, что люди не понимают, какая команда на самом деле пара Олимпийская, да? И вот… и теперь нужно разобраться, кто на самом деле пара Олимпийская команда, пишет Виктория Любовец. Я думаю, что побед и медали у пара Олимпийцев гораздо больше, чем у основной сборной команды. Лариса, вот скажите, пожалуйста, вот главный вопрос нашего сегодняшнего эфира, как помогает вам? Помогает ли в принципе вот за ваши медали, за ваше вот стремление выйти на новый высокий уровень, за вашу борьбу? Есть ли хоть кто-то, хоть что-то от государства, от каких-то органов служб, какая-то поддержка? Ну, надо сказать и отдать должное нашему одесскому инваспорту, что все, что в силах, вот на уровне города, от инваспорта мы, в общем-то, получаем. То есть мы ездили и вот кубки Украины, и все это, как бы, поддержка есть. Но вот дело в том, что из-за того, что боча еще не считается паралимпийским видом, а считается еще, как бы, реабилитацией, то Польша уже, конечно, пока еще, пока еще за наш счет. За свой счет? Ну, а для чего вы это делаете? Ну, во-первых, показать... Не дешево, да, но, во-первых, показать, что, может быть, Украина, они чуть не хуже наши паралимпийцы, именно по бочи, я имею в виду, потому что не хуже, чем другие. И хочется и представить Украину тоже в выгодном свете. Ну, вообще-то мы надеемся, конечно, что, может быть, мы тоже в Польше что-то привезем, но там уровень другой и 16 стран. Ну, то есть, для него это, для него это, ну, что-то такое, к чему следует стремиться, да. Давай решим. И следующее, следующее, вот, мы установку уже дали, да. Кстати, помните об этом? Да, в Токио, да, в 2020 году, по-моему, будет, то есть мы хотим очень сильно попасть. Ну, мы хотим, мы будем стараться для этого и подкладывать максимум усилий. Ну, наверняка, если вы следите за играми, то вы знаете ситуацию с российской сборной. Статья, которая рассказывает об этом, сейчас будет у вас на экранах. Турнир для отстраненных от паралимпиады в Рио российских спортсменов состоится, уже состоялся с 7 сентября в Подмосковье. То есть их отстранили, они создали свой отдельный турнир. Ваша реакция на это? Ну, мне кажется... Мы говорим конкретно о паралимпийцах. О паралимпийцах, но... Моя точка зрения, то есть лично ничего... Мне кажется, что, допустим, паралимпийцы должны были поехать российские на игры. Мне кажется, незаслужим. Почему вы так считаете? Почему? Ну, мне забирать у людей надежду... Вот вы представьте, да? Им, таким как Никита, всегда сложнее где-то прорваться. И люди жили, наверное, ни месяц, ни два. И готовились, вкладывали силы, затратились, затрачивали усилия. И так... Для многих это цель жизни. Конечно. И смысл жизни. Отобрали то, чем они жили. Ну, я надеюсь, что все-таки не все потеряно. И это такая категория людей, которые не унывают и будут идти дальше. У нас будет возможно задать этот вопрос еще вашему тренеру. А пока что я хочу спросить у Никиты, какая твоя самая любимая медаль из тех, которые у тебя? Покажи, какая любимая медаль. Посмотрим. Вот. Большая вот. Вот. Это первая наша на Кубке Украины. Самая-самая первая. Это тогда даже, когда мы и не думали что-либо, что мы привезем. Мы думали, что, может, ну пусть там четвертое место было бы. А, Никита у нас взял бронзу. Это, да, в Ивпатории. Кубок. Но, тем не менее, там есть медали за первое место. Есть, конечно. Но он любит больше всего. Да, да, первое место вот в Одессе, в Одессе, в Одессе, в Одессе, в Одессе области. И это 14-й год, по-моему. В 14-м году он просто был красавчик. Причем у нас игры проводились без соблюдения категории, то есть смешанные. То есть все категории вместе. И несмотря на то, что он один из самых тяжелых игроков, он победил всех. Ну, слушайте, вот я еще раз хочу... Аня, ты заметила, да? Ты запомнила, я же не зря ошибся про Олимпийские игры. Вот все, Олимпийские игры в Токио. Мы желаем вам найти силы, во-первых, победить на ближайших мероприятиях в Польше. Да. Ну, и даже если не победить, то, по крайней мере, достойно выступить, что тоже немаловажно. Спасибо. Во-вторых, чтобы у вас нашлось все, что надо для поездки в Токио. Спасибо. Вот убежден, что вам просто вот надо так это сделать. Ну, теперь, да, теперь только так. Ну, а потом давайте тогда обещать нам, что вы приедете и будете уже с медалями делиться и рассказывать, как вы там всем показали. Вот мы вам расскажем все. Все расскажем, что узнаем сами, что увидим. И это большой опыт. Даже если у нас, может быть, не все планы воплотятся в жизнь, опыт это огромный. Я думаю, самое время позвать тренера. Да, мы готовы встретить нашу студию. Режиссер сказал, что уже готова тренер по бочи Юшкина Наталья. Наталья, здравствуйте, пожалуйста, присаживайтесь. Ну, и я отмечу, что сейчас мы говорим о параолимпийских играх. Это первый блок нашей программы. Второй блок будет уже, мы будем все эти истории смотреть на Одессу и говорить, насколько вообще наш город подготовлен для людей с ограниченными возможностями, для людей с инвалидностью. Будем обсуждать, смотреть разные сюжеты и делать какие-то выводы. Ну, я хочу напомнить о том, что у нас есть прямые телефоны, по которым вы можете высказать ваше мнение по главному вопросу сегодняшнего вечера. Сейчас он на экране. Звучит он так. Состояние безбарьерной среды в Одессе. Ужасно. Это вариант номер один. Для того, чтобы за этот вариант проголосовать, звоните по телефону 763 07 05. 753 07 06. И, если вы не знаете, 753 07 07. Ну, или, например, не интересуетесь этим. Да, либо вам все равно. Но, в принципе, мы можем подвести такой первый итог того, что мы видим, да? То есть 71% считают, что ужасное состояние безбарьерной среды. Да. И отлично считают всего 14% и не интересуются, либо все равно всего лишь 15%. Хорошо. Давайте, Наталья, вопрос к вам. Вот мы сейчас разговаривали с вашим воспитанником, с Никитой, с его мамой. И поняли, что для них это новый смысл жизни, новый вектор в жизни, да? Как получилось так, что вы начали давать этот вектор, по сути, дарить этот вектор людям, которые, в принципе, могли бы остаться без понимания, куда идти дальше? Ну, я работаю тренером-реабилитологом в региональном центре Востоке. И вот в один момент я решила, что средством реабилитации может стать вот такой вид спорта, как ботча. Я о нем не знала, но развивали его до этого до меня еще люди в Севастополе. Я позвонила им, тогда мы еще были на одном пространстве. И я узнала об этом и начала потихонечку в группе реабилитации его развивать. Этот вид спорта вообще паралимпийский. Но у нас он еще не является таковым, поскольку нету сборной Украины. Вот когда создастся сборная Украины, я надеюсь, что это произойдет, то тогда мы можем говорить о том, что мы можем вывозить людей на международный уровень. Я вас перебью. А что для этого нужно? Уровень поднять, во-первых, этого вида спорта в каждом регионе. Я имею в виду, это должны быть какие-то документы, подавать какие-то там заявления. Да, я уже заявила об этом, и Украинский центр «Инвоспорт» меня поддержал. На самом деле это будет обязательно сделано, наверное. Я так думаю, что в ближайшее время, поскольку сейчас вот была паралимпиада, идет дальше. То есть сейчас, когда они освободятся оттуда, мы будем говорить дальше. Вот мы эту тему уже поднимали сегодня. Болезненная тема, которую обсуждал, в принципе, весь мир, это недопуск российской сборной паралимпийской на Олимпиаду в связи с громким антидопинговым скандалом. Вот вы как относитесь к ситуации? Вот наказали целую сборную, целой страны. По-вашему как? По-моему, если они употребляли допинг, это правильно. А если они его не употребляли, это неправильно. Ну, я думаю, что наверняка есть и те, и другие. Не все, да, есть и те, и другие. Ну, соответственно, для тех, кто этого не делал, это было очень строгое наказание. И на самом деле оно, может быть, даже разрушило кому-то жизнь и надежду. А вот как вы думаете, если бы был выбор наказать таким образом жестким, очень жестким способом, олимпийскую, либо паралимпийскую сборную России, вы бы выбрали в какую сторону? Ну, я-то представитель паралимпийской все-таки, движения паралимпийского. Наверное, было бы более справедливо со здоровыми иметь больше дела, чем... Вот я с вами совершенно соглашусь, потому что, согласитесь, ведь мы говорим, что паралимпиада для многих людей – это смысл жизни. Которые вот находят этот смысл жизни, и это позволяет, дает им силы бороться с теми жизненными обстоятельствами, которые выпали на их судьбу, на их долю. И когда их лишают вот этого вот результата, к чему они стремятся, лишают, по сути, обрубают крылья. Вот это очень обидно и грустно. Так что вот олимпийскую сборную, которая, скажем, не скорее всего, в большей степени наверняка связана с допинговым скандалом, вот ее наказать стоило бы... Было бы так, наверное, более что ли разумно, но не решились. Все-таки Россия – большая ядерная страна, и мы уже узнали на себе, на своей шкуре, что она может. Поэтому, наверное, в мировом уровне не решились так громко поступить. Наталья, вот еще один к вам вопрос по поводу поддержки. Мы знаем, что в нашей стране с поддержкой, в принципе, различных слоев населения не все хорошо. Вот поддержка ваших воспитанников есть от государства? Я работаю в региональном центре «Новоспорт». Это организация бюджетная, соответственно, получающая деньги от государства из бюджета, и статьи бюджета распределены соответственно. То есть мы не можем без статей бюджета куда-то расходовать деньги. То есть они именно расходуются туда, куда направлены. Поэтому я говорю, что когда этот вид спорта приобретет официальный статус на Украине, тогда туда можно будет расходовать больше денег. Пока что вот так, как есть. Но всю поддержку, которую можно, «Новоспорт» дает на этот вид спорта. Ну и один из важнейших вопросов, который нас переведет во вторую часть нашего эфира, хочу задать всем нашим гостям сегодня по поводу доступности Одессы. Вот мы говорим о том, что мы видим голосование, о том, что ужасная инфраструктура в Одессе в плане доступности для людей с ограниченными возможностями. Вот вам вопрос. Ну вижу по вашей улыбке уже, что тут даже не о чем говорить. То есть и какая доступность для нас, для колясочников, ну мне кажется, что и для людей с проблемами зрения, ну для слепых, по колясочкам по городу, по центру, про окраины и вообще говорить не о чем. Таирова мы жили, вот на Вильямсе сколько лет. Никит, ты ходил в кино когда-то, в кинотеатр? Или в театр? Кино ходил? Кино ходил? Да, нет, скажи. В кино ходил ты? Ходил один раз. Ну и с каким трудом мама тогда вас? Нам, мы приехали за час раньше, для того, чтобы зайти в зал, там, это мы в Золотой дюк ходили, надо подняться, ну по лестничкам он поднимается сам, но пандусов там нет. Это я так говорю. Пандусов нет, не подняться, не спуститься, то есть он сам поднялся, там мы немножко приехали на коляске, потом мы так же потихоньку спустились. То есть все это трудоемко, для колясок, коляски ставить негде, в общем и так везде. А как администрация кинотеатра отнеслась к вашей, все нормально? Да, 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 с пониманием, и открыли раньше зал, и пустили, и, ну в общем. Понравилось, по-моему? Еще, Алиса стране чурис, насколько я помню, по-моему, да. Ну один раз. Да, один раз. Хотя кинотеатр, да. Как бы зрители поняли, для чего я задавала этот вопрос, и люди, которые владеют такими заведениями тоже. Обидно, вы знаете, вот реально обидно, что это ведь несложно. Ведь на самом деле, что стоит сделать пандус? Ну не мне вам, не вам говорите, не надо с вами обсуждать. Но ведь это действительно, по сути, Наталья, вот вы что думаете? Ну мы иногда видим пандусы, по которым просто нереально поднять коляску. Просто никак. Видимо, они сделаны для отчета, что по безбарьерности среды же существует комитет там, и все, и все. Но пандусы, конечно, иногда просто ужасающие. Ну сейчас вроде немножко ситуация улучшается, но, конечно, не настолько, насколько хотелось бы, конечно. Думаю, что нужно завершать блок пара Олимпиады. У нас есть один сюжет. Да, друзья, я хочу вам еще раз представить наших гостей, что у нас сегодня были спортсмен, нафигов Никита, со своей мамой Ларисой и их тренер Юшкина Наталья, тренер по бочи. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, после чего перейдем к другому блоку. Ну а вам еще раз хочу пожелать веры в себя. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы делаете, Николь. Потому что, вот опять же, я понимаю, насколько вам бывает тяжело, наверное, но это ваша работа, это ваш крест, и крест очень достойный. Это вид спорта для людей, которые не могут проявить себя ни в каком другом виде спорта. Это вид спорта для очень тяжелых людей, с нарушением двигательной активности во всех конечностях. Поэтому мы сейчас вот едем в Польшу частным образом, для того, чтобы пройти классификацию международную. Она и существует для того, чтобы определить, в каком классе работать должен спортсмен. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо большое. Давайте посмотрим сюжет про паралимпийцев. По итогам четырех дней паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро сборная Украины уверенно занимает третье место в итоговом командном зачете. 49 медалей, 18 из которых золото, 13 серебро и 18 бронзового номинала. Впереди только Великобритания, 56 медалей и Китай, 92 призовых места. В первый день соревнований украинские спортсмены завоевали 9 наград по одному золоту и серебру в плавании, а также 7 бронзовых медалей. Во второй день украинские паралимпийцы шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала, пять раз стали вторыми и шесть раз третьими. В третий день паралимпийских игр наши пять раз становились лучшими, четыре раза были вторыми и дважды третьими. Сенсационным для Украины стал четвертый зачетный день. Наши сборники заняли весь пьедестал почета после заплыва на 200 метров комплексом. Первое, второе и третье место. Всего в этот день олимпийская копилка наших спортсменов пополнилась 12 медалями. Шесть высшие пробы, три серебряных и три бронзовых. Следует отметить, что больше всего наград украинские спортсмены завоевали в плавании. Свой вклад в достижения сборной сделали и одесские паралимпийцы. Роман Полянский завоевал золото в гребле, Ольга Ковальчук стала второй в стрельбе из пневматического пистолета и наш легкоатлет Руслан Катышев принес бронзу по прыжкам в длину. Продолжаем мониторить социальные сети. Я бы хотела показать еще одну запись в рамках того же флешмоба, который называется «Не изолюйте мане». Елена пишет, поликлиника как? Поликлиника без пандуса. Коляски инвалиды в поликлинику попасть не могут. Улица Торговая. Поликлиника без пандуса. То есть это вообще. И больше всего мне понравился комментарий Катерины Нажевниковой, которая пишет, там есть пандус с другой стороны, но не уверена, что там открыта дверь. Ну прекрасно, да? Я думаю, что какие-то есть наверняка нормативы, но всем на них глубоко наплевать. Сейчас будем говорить об этом более подробно. Анечка, давай следующие гости. Максим Кириллов, руководитель социального проекта «Краина Кожного» и Светлана Рожко, член антидискриминационного комитета. У нас гости тоже сейчас должны быть, я так понимаю, что на коляске. Кто-то, да? Пока наши гости заходят, я покажу вам еще несколько записей. Давай. А вот улица Калантаевская, доступность и наличие пандусов, о которых говорил мэр. Пишет Александр. Очень доступно, очень комфортно выглядит, да? Выглядит очень красноречиво. Я думаю, что даже можно сделать такую фотографию в рамочку и подарить... Подарить, ты знаешь, кому я говорю, подарить ему на определенный... Ты знаешь, на самом деле у меня тут столько вкладок, которые бы я хотела показать, но, наверное, я не успею, что это будет целый фотоальбом, я думаю. Фотоальбом на память? Фотоальбом на память, да. Хорошо, здравствуйте, Светлана, здравствуйте, Максим. Спасибо, что нашли силы к нам приехать. Да, успели. Да, тут чуть-чуть, город, пробки, не без этого. Скажите, вот я раскрою небольшой секрет нашим телезрителям. У нас очень крутой спуск, вот здесь мы находимся на цокольном этаже, очень крутой спуск. Но вам наверняка не привыкать. Ну да, я с этим сталкиваюсь ежедневно, то есть в течение уже многих лет я довольно давно уже нахожусь в травме и лет 10 занимаюсь общественной деятельностью. То есть да, с барьерами приходится сталкиваться и с ними надо бороться. Но сейчас, вот я, насколько знаю, наши ребята вам помогли спуститься. А как вы выходите из ситуации, когда некому-некому попросите помощи? Ну, такого не бывает. Во-первых, мне повезло, у меня много друзей, знакомых, которым я могу обратиться. Но если это на улице, то, о-о-о, парень в джинсах, подойди сюда, пожалуйста, помоги. Помогают? В 99% случаев у нас хорошие люди живут в Одессе, то есть всегда помогают. Иногда не знают, как помочь. Но спрашивают, да, и помогают. Ну, бывает и курьезные случаи, что и переворачивали. Но это моя была ошибка, что я привык, что меня сопровождают те люди, которые уже знают. И я забывал говорить, что нужно сделать. Светлана, к вам вопрос. Нет, столько друзей. Привет. Максим стал руководителем краинокожного проекта. И, в общем-то, мы работаем в трех направлениях. Первое направление – это мониторинг безбарьерности. Ну, то есть мы пытаемся все-таки среду сделать для людей более-менее доступной. Вот, и если интересно, можем поговорить. Да, ну вот, собственно, хотела задать вопрос. Сейчас, Манечка, можно я сейчас вначале скажу? А Света сейчас сказала Максиму привет. И я сейчас хочу объяснить, почему. Мне кажется, вот только что я понял, что мы со Светой вместе учились. Точно. Ну, надо же, какая встреча вот тут в эфире. Свет, а как получилось? Я знаю, что ты психолог. Вот как получилось, что антидискриминационный комитет – это какое-то призвание такое? Психолог и психотерапевт. Да. Как я в эту тему попала, я уже затруднена сказать, конечно. Ну, давно это, наверное, произошло. Но тут в эту тему погружается, уже не видеть это невозможно на самом деле. И только всё, что остаётся, в общем-то, это только пытаться что-то изменить, насколько возможно. Предлагаю вернуться к мониторингу. Вы выставили вот пост большой в Фейсбуке, я надеюсь, его сейчас покажут, о доступных и недоступных местах. Здесь есть цифры – Приморский, Киевский район, Суворовский, Малиновский. Вот вы видите их на экране. Можете объяснить параллельно, пока ваш пост будут видеть телезрители, о чём он и что был за мониторинг? Мониторинг начался, Максим, подскажи мне, по-моему, месяца два назад. Мониторинг начался 28 июля, если мне память не изменяет. То есть он начался с улицы Дерибасовской. И вначале были представители комитета доступности, ну, были чиновники из разных департаментов. Но потом мы продолжили своими силами, силами общественников, силами антидискриминационного комитета. То есть мы промониторили весь центр города. После этого включился, опять же, департамент муниципальной безопасности. Он должен был это делать давно, да. То есть мы объясняли, добивались, рассказывали им, что это возможно. Нам отписывали, что подождите, давайте мы разберёмся, Юра, отдел и всё. Но наконец-то он включился. И вот был проведён их уже усилиями обход объектов в разных районах города. И были выданы предписания на устранение недостатков в сфере доступности. То есть пост Света написал именно по окончанию именно их работы. Но это должно продолжаться, потому что на самом деле объектов много. Да, я тебя немножко дополню. Изначально мониторинг наш основывался на том, что мы пытались проанализировать конкретные вещи. Это съезды с тротуаров, это то, с чем сталкиваются люди с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, также молодые мамочки, которые с колясочками передвигаются. Да, бордюры у нас высокие. Это доступность аптек, ну, каких-то объектов, такой, ну, совсем-совсем первой необходимости за эти хлеб купить и так далее. Но мы ужаснулись от того, что на самом деле город крайне недоступен. Если сравнить с другими городами Украины, например, вот тоже в той же группе, я выкладывала пост, у меня довелось поездить, да, тот же Львов, тот же Житомир, там асфальт и въезд в здание, ну, по их архитектуре стык в стык, то есть у них таких проблем просто нет, да. Во Львове все съезды, это просто можно классику снимать, это все идеально сделано, это правильные нормы все соблюдены. Ну, если, знаете, там высота и длина должны быть 1,12, тогда это... Хочу вам показать одну фотографию. Сделана она в одном из торговых центров Одессы. Да. Вот, можете увидеть на экране. Я знаю этот торговый центр. Как вы расцениваете вот этот заезд в лифт? Насколько он комфортный будет? Возможный, скажем. Понятно, что они комфортные. Насколько возможно заехать? Возможно заехать, честно. Тут нормы не соблюдены. Заехать возможно, но в чем его опасность? Зачастую человек, передвигающийся на инвалидной коляске, он заезжает лицом в лифт, то есть выезжает спиной. И если он чуть-чуть не рассчитает, то... Прошу показать еще раз эту фотографию. Да. Если он чуть-чуть не рассчитает, он может просто перевернуться назад. Да, тут небольшая высота, сантиметров 7, ну, может, ну, больше 5. Я знаю просто, я там был. И просто человек может назад упасть и повредить, там, разбить голову. Вот мы часто говорим о том, что есть... Я прошу прощения, я перебью, у меня просто два раза пыталась мысль донести, вы перебиваете, а это очень, правда, важно. Смотрите, вот этот мониторинг, он начинался, и мы обследовали город на доступность. Единственное предприятие, вот поэтому хочу сказать об этом, да, это ресторан Куманец, которые узнали о том, что этот мониторинг был, и в течение недели просто перенесли съезд с одного места на то место, которое стало доступным и реально рабочим. Уже после мониторинга? После мониторинга, в течение недели. Сделали выводы. Поэтому я не хочу верить в то, что остальные предприятия это сделать просто не могут по каким-то фантастическим причинам. Я дополню даже Светлану, это люди, к ним не заходил департамент муниципальной... Это без уведомлений. Да, без уведомлений, они сами, увидев, мы проходили Лонжероновскую, они увидели, узнали, поинтересовались, что происходит, почему здесь люди на колясках, слабовидящие, да, там, слепой с палочкой, и после этого они сделали доступность у себя. То есть это приятно. То есть это говорит о том, что у людей есть определенное видение, нормальное европейское видение, что, к сожалению, не хватает большинству нашего насилия. Мы говорили о том, что помогают. Да, помогают, когда просишь. Но если вот самим инициативу провести и сделать какой-то вывод из того, что увидеть просто, что рядом с тобой живут люди не только такие, ну, обычные, то есть вообще проблема безбарьерной среды, она не замыкается на людях с инвалидностью, на людях, которые передвигаются на колясках. То есть есть понятие такое, как маломобильные группы населения. Это пожилые люди, это молодые родители с коляском, это, конечно, люди с инвалидностью и люди, временно потерявшие работоспособность. То есть там костыли, палочка, ходунки. То есть, а если уже рассмотреть этот пласт, то он намного больше расширяется. Потому что на самом деле, ну, сколько мы видим там людей на колясках, особенно активных людей, которые постоянно передвигаются, гуляют. То есть их, ну, единицы. Еще мы видим на перекрестках, извините, попрошаек, да, ну, зачастую просто этими людьми пользуются другие, и с помощью их зарабатывают там нелегально деньги. Но у большинства людей вот склалось именно впечатление о том, что люди-колясочники, это именно вот те на перекрестках, вот те на дорогах, которые подъезжают к машинам, пристают к прохожим, там, подайте, от которых, извините, воняет перегар и все остальное. И зачастую люди, я с этим тоже сталкивался, ну, шарахаются. Шарахаются, ну, когда начинаешь говорить с людьми, то меняется, конечно, у них мнение. Но, опять же, это надо говорить, это надо вот эти барьеры. Мы говорим о безбарьерной среде. Это не замыкается в установлении пантусов, или подъемников, или съезды, заезды. Это нужно барьеры, прежде всего, обществу менять в голове у нас барьеры, да. То есть и общество должно быть, ну, более внимательным, более толерантным, да, к различным группам населения. Ну, и знаете, вот сейчас вы говорите, все правильно говорите, но дело в том, что это касается не только тех людей, которые владельцы ресторанов, либо ночных клубов, либо кинотеатров, все равно. Это касается еще и каждого из нас, как минимум тех, кто ездит на машинах. Потому что очень часто мы грешим тем, что ставим машины, перекрываем пандусы. Открываем фотографию прямо вот... Отлично, давай. Мы как раз объясняем, что негде припарковаться, город перегружен, но тем не менее. Вот так делают многие водители. Нам можно. А вот тем людям, которые должны тоже как-то двигаться, вот мы на них, по сути, плюем. Узнайте себя сейчас. И к этому же автохамству можно отнести парковку на местах, которые предназначены специально для людей с инвалидностью. У меня не раз были случаи, когда... Кстати, у нас уже начали появляться места для инвалидов, вот на парковках кинотеатров, торговых центров. Не раз был случай, едешь, парковка забита, видишь какое-то место, пытаешься повернуть, место для инвалидов. Я честно проезжаю. А вот за мной едет машина, хлоп, туда какой-нибудь Porsche крутой. И стал, и без зазрения совести. Реальная история. Пять дней назад на поселке Котовского заезжаю к... Ну, говорить не... к Макдональдсу, да? Там у них есть обустроено место для инвалидная парковка, притом правильная, она большого размера, что там может две небольшие машины припарковаться. Вижу, что стоят две машины, подъезжаю, заказываю в Макдрайве мороженое, беру и говорю, можно, чтобы на кассе подошел ко мне администратор. Никто не подошел, я объехал, но уже когда объехал, увидел, что одна машина уехала, и подъехал, не припарковался на то, а стал наискосок. Просто, ну, тоже я неправильно стал, но кушая мороженое, думаю, обращу внимание. Думаю, если человек, хозяин второй машины выйдет, он выехать не сможет, и я ему объясню, что так делать нельзя. Но пока я стоял, ел мороженое, там не больше десяти минут, на это второе место пытались припарковаться две небольшие машинки. Я говорю, ребята, притом там молодые ребята сидели, что за рулем одной, что за рулем другой, и я говорю, один, правда, молча, я ему сказал, куда ты едешь, посмотри знак, он развел, то вторая там была компания, они начали, ну так отчего ты не паркуешься, дай мы запаркуем. Я говорю, ребята, может вам и вас еще в коляску посадить, и вы еще на колясочке поездите, и знак себе на машину приедете. Тогда они молча выехали оттуда, ну, они не смогли заехать, они начали мне фафакать, чтобы я уступил им место. Когда я начал им говорить, что это специализировано, они, ну, повали на то, что, ну, раз, так ты паркуйся. Я говорю, я не буду, я специально стою и смотрю, вот, ну, на поведение людей за рулем, которые, видя даже знак этот, очень часто люди говорят, ой, ой, извините, то есть я, там, в соседний магазин хожу, там есть парковочные места, они правильно возле входа. Полупустая парковка, эти два места обязательно за. Ну, вот я могу понять, когда парковка перегружена, осталось одно место, и туда, конечно же, хочется стать, но когда парковка пустая, это вообще необъяснимо. Я хочу показать еще одну фотографию. Вы, кстати, Светлана, ее выставляли. Да. То есть мы говорим о пандусах, о подъездах, это все понятно, но это просто дорога, просто тротуар. И ездить по нему невозможно. Это не просто тротуар, это разрушенное полностью покрытие. И если начать замечать... И это самый центр города, это Преображенская улица. То есть по факту то, что вообще не должно, к чему вообще не должно быть вопросов, да, но априори должно быть ровным. Уже не говоря... Обратите внимание, если можно, еще раз фотографию покажите. Да, пожалуйста. Дайте нам фотографию еще раз. Смотрите, вот с левой стороны, просто сразу не видно, да, с левой стороны, возле цокольного помещения, там полтора метра в ширину и в глубину метр яма. То есть человек на инвалидной коляске, если он должен проехать слева вот эти все рытвины, а иначе, ну, это электроколяска, да, если она механическая, то человек не преодолеет эти препятствия, ему нужно слева вот по тому кантику. И ширина коляски будет шире, чем вот это доступное пространство. Таким образом, риск упасть просто в яму, он колоссален. Что мешает просто закрыть это какой-то решеткой? Оно должно быть закрыто решеткой. Что мешает сделать ровную дорогу, чтобы не нужно было ездить по окраинам? Попросов очень много. Что мешает нам, в принципе, делать то, что мы должны делать? Вот обратите внимание, если, допустим, мы сейчас больше обсуждаем то, что нужно менять в физическом плане, да, смотрите, у нас есть, например, такая группа людей с инвалидностью, как детки незрячие, да, и для них есть льгота по проезду. У нас точно так же в группе есть активист, который постоянно описывает, у него двое детей с инвалидностью по зрению. Он очень часто выкладывает посты на эту тему. То, что меня очень впечатлило, он самостоятельно борется с 2014 года, его даже себе записала в Одесском джайдисте, я нашла 25 декабря 2014 года, это была одна из статей, где он описывал, как он обращался и в департамент транспорта, и к АТП, к директору АТП номер 15106, это маршрутка номер 9. То есть, поскольку у него дети льготники, то маршрутка, просто уже завидев их, просто не останавливается. Да, ну потому что это какие-то копейки. Вы же понимаете, это одни и те же дети по одному и тому же маршруту. Неужели так сложно оставаться человеком, этих детей взять? Ну, то есть, это вообще, мне кажется, доходит до какого-то абсурда. Ну, это о чем я говорил, о том, что нужно менять менталитет, нужно менять не только, чтобы был, обязательно должен быть доступный транспорт, да? То есть, и по законодательству он должен быть. Но пока его нету, существуют определенные льготы, и когда это просто жлобство, извините за выражение, конкретных водителей. Спасибо большое за ваше мнение. Это не последний эфир на эту тему, но не первый, далеко не первый раз мы поднимаем эту тему в наших эфирах. Мы будем еще об этом говорить, потому что это один из важнейших вопросов нашей европейской перспективы. Не только потому, что мы хотели бы ехать, двигаться в Европу и должны меняться в соответствии с Европой, а еще и потому, что, в принципе, вот правильно вы, Максим, заветили в конце, что это просто человеческие принципы. Взаимоуважение и помощь тем, кто в ней нуждается. Я хочу вернуться к нашему вопросу. Состояние безбарьерной среды в Одессе. Вы звонили, голосовали в течение эфира. Ответ ужасный. 60% дали. Ответ отличное состояние. Поразительно. 33%. Перезвоните нам в студию. Расскажите, где вы и нашли отличное состояние безбарьерной среды, либо вы, возможно, просто неправильно понимаете. Максим, наверное, расскажет, насколько отличное, но уже в следующей программе. Обязательно приглашайте. Всегда рад. И ответ не знаю. Дали 7% людей, которым, возможно, просто безразлично. Но в любом случае, спасибо, что позвонили. У нас в студии сегодня были Максим Кириллов, руководитель социального проекта «Краина Кожного» и Светлана Рожкова, член антидискриминационного комитета. Спасибо вам за вашу искренность, за ваши пламенные речи, за то, что вы боретесь, не сдаетесь и помогаете. И вам большое спасибо за неравнодушие. Если вам есть что сказать, или есть вопросы, или тема, которая вас беспокоит, пишите нам в социальных сетях. Мы будем поднимать эти темы и обсуждать эти вопросы с вами. Этот эфир для вас провели Максим Малынов и Анна Гринев. Оставайтесь на нашем канале. Впереди, как всегда, очень много важной, интересной информации. Не переключайтесь. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»